Примите, пожалуйста, приколы, славы, шлиппадин. Примите, пожалуйста, приколы, славы, шлиппадин. Примите с ним, с Макбхагаватом. Глава называется «Последствия кармической деятельности». Существенный раздел этой главы составляет стихи, в которых Господь Папиладев объясняет в его ходе превосходство бхакти перед другими процессами, перед процессами кармы, гьяны и йоги. Особенно гьяна. Господь Папиладев показывает, что необязательно гьяна практиковать гьяну, обретение знания в трансцендентном, знания в отличие от матери, от духа. Необязательно практиковать отречение. Все это приходит к человеку естественным образом в процессе практики бхакти и йоги. Так давайте почитаем текст сегодняшний, очень знакомый, потому что практически, практически, за исключением одного слова получается от известных текстов 1, 2, 7, с самого начала, еще от Бхагаватом, второй главы. Так. Так. Васудэве Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитахам, Действуя в сознании Кришны, занимаясь предным служением Кришны, живое существо постепенно обретает знания и отрешенность и постигает себя. Действуя в сознании Кришны, занимаясь предным служением Кришны, живое существо постепенно обретает знания, отрешенность и постигает себя. Итак. Васудэве Бхагавати 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 Йога Прайоджитаха Джанаят Асвэрадьян Янам Ят Прамадаршана. Как всегда, начнем с глагола Джанаяти. Джанаяти, вот, Джан, Джамирэйт. Джанаяти порождает. Что порождает? Что благодаря чему порождает? Предное служение. Бхагавати Йога. Бхагавати Йога. Бхагавати Йога. Бхагавати Йога, предное служение. Прайоджитаха означает направленное на примененное, примененное, то есть направленное на определенную цель. Оттуда слово, по-видимому, так же прайоджина, да, цель. И на кого же оно направлено? Кто является целью этого служения? Бхагаван Васудэва. Поэтому вначале мы читаем Васудэвы Бхагавати. Бхагавати Йога, она должна быть на кого-то. Он направлено, как и любая другая йога, она направлена на Бхагавана Васудэву. Небеславлено на Кришну. Он Бхагаван, и он Васудэв, как сын Васудэвы. Итак, Бхагавати Йога, направленная на Васудэву, на Бхагавана Джана Яд. Что же она порождает? Она порождает Ашу. Быстро, быстро. Ваэрагиан, ваэрагиан, отречение. Янам, знание. Знание, благодаря которому Яд. Яд от которого, благодаря которому Брамадаршинам. В Брамадаршинам здесь самосознание. Брамадаршин, то есть осознание своей духовной природы. Self-realization, то есть самосознание. В Брамадаршинам, то есть осознание себя как Брамана, но в том смысле, что осознание своей духовной природы. Все это приходит благодаря Бхагде Йоги, которая направлена на Господа Васудэву. Она быстро приносит человеку отречение и знание, благодаря которым человек может осознать себя, осознать свою духовную природу. Васудэвы Бхагавати, Бхагде Йога, ваэрагиан, Джана Яд, Яшу, Ваэрагиан, Янам, Яд, Брамадаршинам. Действие в сознании Кришны, занимаясь предным служением Кришны, живое существо постепенно обретает знание. Это знание, отрешенность и постигает себя. Не знаю, что возникает вопрос, почему. Действие в сознании Кришны и занимаясь предным служением Кришны. Шабру Паду, да, переводит, как вовлечение в предное служение и применение предного служения. Интересно. Хорошо. Очень большой. Поможем по три предложения. Так, по три-четыре. Недалекие люди стверджуют, что бхакти-йога або введение служения призначены для тех, кто не владеет трансцендентным значением. Продолжение следует. 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 где осознать или постичь трансцендентное. Большое спасибо. Радоятно, что трансцендентное. Вот с момента Матыша Оксана, примите, пожалуйста, поклоны. Можете прочитать до конца комментариев. Не, пожалуйста, примите тоже мои поклоны. Того, кто служит вас у Дэви, може реально пизнати Браман. Як бы Браман был безособистичный, не было бы уже то слова Даршаном, яке означает «побачить на властні очи». Даршаном означает, что можно побачить Верховного Бога особу, васудево. Про Даршаном не было бы ніякої мови, якби и споглядач, и той, кто споглядая, не были особи. Брама Даршаном означает, что, побачивши Верховного Бога особу, людина сразу же пизнает и безособистичный Браман. Відданному не нужно окремо дослеживать природу Брамана. Те же самое, как говорит Бхагавадгита, Браман, Бхуяя, Калпате, віддане сразу досягает самоосвідомление и стаёт душею, яка пизнала абсолютно истину. Абсолютно истину. Так, так тоже дякую. Чудово такий коментар, шла пропадан ритм, каких-то кресле вылеч процессу Бхакті Йоги. Теперь еще читаем вірш. Практика свідомості Кришни и единственное служение Кришни дают можливість швидко розвинути знания на підреченність и досягнути самосвідомление. Воно все-таки залишается питанием, чому тут шла пропада разделяя. И нам, может ли у вас ясно, как вы вважаете практику свідомості Кришни и единственное служение Кришни. Как на мій халопский розум, то есть мы можемо служить Господу, можемо діяти в свідомості Кришни, но это может не быть и частично всего это не чистым свяжением. Мы можем вважать, что это чистым свяжением, но нам нужно четко усвідомить это понятие, что означает чистым свяжением, а не просто дияльность в свідомості Кришни. Ну, от сейчас, например, мы читаем, обговорим вирш, это чистым свяжением или нет? Залежно від мотиву. Ну, то це, як сказати, людина действием в сознании Кришни і занимаясь преданом святомі Кришни. Ну, да, то есть ми можем може, може, преданне служення имеється чистое преданне служення, но действие мы можем по-разному, да, і в гунах матеріальної природи находясь, як ми недавно читали текст, так, при цьому скажу, не в гунах природи. Да, в бахтии, но главным образом текст, так і иначе, текст говорит о самодостаточности бахтии, которая способна человеку даровать все, плоды любых других процессов. Я перечитывал 32-ю главу и отметил вот в комментариях 35-й текст, точнее, тут комментарии 34-й по 36-й 32-й главы зацепило следующее. Слова бахтии яна-чайваки указывают на то, что все обязанности перечисленные при занятии йогой, жертвоприношения, регламентированной кармической деятельностью, изучение вед, ласовские изыскания, жизнь в отречении нужно исполнять в рамках бахтии йоги. Эти слова подчеркивают, что все эти виды деятельности должны быть соединены с преданным служением, иначе они не принесут никаких результатов. То есть не просто бахтии самодостаточно и не зависят от кармы и дьяны, но более того, кармы и дьяны не дадут результатов, когда в них отсутствует элемент бахтии. Это интересно. Утром я вспомнил, перечитал комментарии Шмартики, Тишинарти, Чикарварти, Такурак, стиху Бхагавадгиты 7.1, седьмая глава открывает раздел бахтии йоги в Бхагавадгите и Чария пишет, что достичь освобождения через гьяну и аштанг йогу возможно только применяя бахтии, которое должно быть сопутствующим элементом в этих процессах. Без бахтии эти процессы являются незначительными. Ну, или, по-видимому, теми, которые не могут привести к результату. Поэтому величие Бхагти Деви таково, что она является... Я помню, это тоже есть в комментариях, пишут ученики про упады в 11-ю песню Бхагава, как Алама королева или царица Бхагти Деви как царица всех процессов. В частности, вот в этом сегодняшнем стихе говорится, что знание и отречение к человеку приходит быстро. Быстро. Знание к человеку приходит быстро, знание и отрешенность. Хотя, я сказал очень скоро, да, но здесь, хотя, опять же, такие в переводе, а что означает, вообще, снаскоть, а что означает быстро, но Ишел Парупады пишет постепенно. Да, не знаю, сколько загадок, загадок в этом тексте, в переводе этого текста. Но, а как переводится в 1-2-7 в известном стихе, который практически так же звучит, как он в Ишел Парупаде переводит в 1-2-7 очень скоро, immediately, то есть очень быстро, непосредственно, сразу же, да, по словам Ишел Парупады пишет очень скоро, very soon, очень скоро к человеку приходит знание, знание отречения, если, конечно, если он правильно, если он правильным образом практикует под этот текста руководством, хотел почитать еще пару цитат, мне тоже сегодня попались цитаты увеличивания бхактии, в зависимости других процессов от бхакти, это Шимат-бхагатам 11-20-32, все, чего можно достичь с помощью кармической деятельности, аскезы, знания, отречения от мира, мистической йоги, благотворительности, исполнения религиозных обязанностей, всех прочих методов, способствующих обретению совершенства жизни, так вот, мой преданный все это легко получает с любовью служа мне, если по какой-то причине мой преданный хочет попасть на райские планеты, освободиться от материального рабства или жить в моей обители, он без труда обретает эти благостояния, так, еще, да, вот этот очень известный текст Бактир Парешанова Верактир 41-42, преданность, опыт личного общения с Верховным Господом и отрешенность от всего остального, все это одновременно испытывает тот, кто находит прибежище у Верховной Личности Бога, подобно тому, как с каждым съеденным кусочком пищи человек получает удовольствие, питает свой организм и утоляет голод. Вот это поэрагия, утоление голода, ощущение безразличия к материальным наслаждениям, то есть отрешенность, она естественным образом проявляется при этом лишним. И последнее тоже, этот стих после того, боговатия у меня всегда ассоциируется с стихом, который написал Сарабам Батачария, о Господе Читании. Господь Читании, то, что Он нам принес, придя сам в облике предного, Господь Читании принес нам высшее знание и способность к отрешенности, к отреченности от всего, того, что мешает предному служению. Сарабам Батачария, вайраке, видя ниджабах йога, шикшаркам эка пуршар пурана, шикришна Читания Шарира Ахари, крипам Бутир Ястам Ахам Прападе. Я предаюсь Сверховному Господь Еши Кришне Который нишел на землю в образе Господа Читании Махапрабху Чтобы дать нам истинное знание и научить нас предности Ему и отрешенности от всего, что мешает сознанию Кришны. Дать истинное знание и научить предности Ему и отрешенности от всего, что мешает сознанию Кришны. Он явился потому, что Он этим зац unless я предаюсь Ему о его Но вот, естественно, приходят все добродетели. Здесь в комментарии говорилось, что проявляются все качества полубогов, и объяснить, как это происходит, невозможно, но это происходит. И не знаю, пояснилось ли мне это. Но, по-моему, отчетоприя, вчера вечером тоже, в другой лекции по бакте Вайбаева, вчера он сказал то же самое. Каким образом проявляются эти качества? Мы не знаем. Это очень сложно понять. Но преданный, это мистически, да? Преданный взаимодействует с Господом, он взаимодействует с процессом бакте. Очень мощным процессом бакте. Бакте Деви. И эти качества начинают проявляться. Эти качества ему проявляются в преданах. На правом, может быть, вы дополнили, скажите. Вот это есть, да? Я просто открив коментар до 127, где Шила Брабупада пояснил, что шлях духовного розвика приводит до досконалого пизнання всего материального и духовного. шлях духовного розыску приводить до досконала пизнанья всего материального и духовного. И я понимаю это то, что происходит сейчас. И вообще на изучении шастер. Что просто вивчаючи шастеру товарищей и пытаясь проникнуть в комментарии Шили Брабопада. А Шили Брабопада как-то сказал в одной из своих беседей с ушами, что для того, чтобы встать в досконале, просто визубри мої коментарии и повторить то, что я написал. Тому есть этот шлях духовного розыску, он полягает в том, что автористовиданных мы вивчаем под авторитетным супроводом праці очарьев и тогда поступово нам Господь открывает свою позитивную духовную форму. Шила Брабопада тут далее в комментарии говорит и виданный природным в комментарии. Шили Брабопаде намагаться зрозуметь, про что тут идет мова. Да, нет. Да, трехового знания духовного, матеріального. Как Челепропада сказав, интеллект разум означает понимание материи духа и того, кто стоит над ним. Того, кто является их семьями, то есть джерелом. И вы сказали... Да, да, будь ласка, будь ласка. Я обещаю. Закинчите. Ну, будь ласка, будь ласка. Да. Тому, наскільки моё таке обумовлене понимание, что просто щиро вивчаючи материальную энергию Господа и ее влияние на душу. Например, в 31 главе мы вивчали про то, как душа страждает в утробе в черви матери. Но мы забываем про это. Видишь, что мы забываем. И Шила Брабопада также в комментарии говорится, 31 в 9 вирши в комментарии он говорит, что мы забываем, но Шастри нам напоминают про это. И тогда мы стоим на шлях духовного развития. Если человек не использует этого момента, этого возможности, этого шанса, то она выполняет самогубство. Просто вивчение энергии Господа и как они впливают на душу и наслитки действия энергии, то разумная людина поступово не видит в этом привабливости. И она привабливается самим Господом. Его трансцендентными якостями, именем, действиями. и это процесс поступовый. Мы не можем сразу заперечить материальную энергию, дирекаться от того, что нам не принадлежат и для меня это означает минимум 12 лет вивчения шастри под 12 лет. 12 лет это мить, но нужно правильно использовать. Спасибо. надо сказать, что это мить вечно для нас, что мы не лишаем служения, мы не лишаем проб узнать, каким чином правильно довольствовать Господа. Спасибо. Надо сказать, что это мы хотим совершать. А что? Он так и говорит, что это наши вечные отношения, дорогие виды. Это не просто пунктирная точка или изучение курса. Это наши вечные отношения. Это наши вечные надбания, вечные цены. дякую. это может и поступово. И все про знания. спочатку в комментариях пишут, что богат рвены рекомендуют жертвоприношение, благотворительность, аскетизм, приобретение знаний и мистических, и другие аналогичные менты трансцендентного самого сознания. По их мнению, преданное служение предназначено для тех, кто не способен к более возвышенной деятельности. То есть, как бы, бахти тут выключая знания, да, вот тоже. И потом, принципы знания и непривязанности, два существенных фактора на пути трансцендентного сознания. Дальше по тексту же читал Эпхинандана Прабух, что путь духовный приводит к совершенному познанию всего материального, духовного. И говорила Чутаприя Прабух, что мы обовязково маемо маемо пиздноватый и материальный, як він був створенный, для чого, як це було, бо якщо мы не пизднаемо материально, мы не зможем потом как бы и визначитися с нашими привязками, да, и перейти до того, яка наша основная наша обовязка, оця основная, оцей основной звязок, что мы маем это пиздновать. кожу может, что знание, которую в рамках бххт, От вивчення, мотивація, вивчення, шастри, все. Але ми прийняли бакті, і в рамках бакті ми все це робимо. Не просто голе пізнання нам, і якось ми маємо щось усвідомити. А це воно повязано із тим, що ми намагаємося служити, що ми правильно свої відносини з відданими вибудуємо, що ми знаємо, для кого ми це все робимо. Хто наша ціль? Може тоді це знання вже в рамках бакті. А там можна бакті, можна знанням займатися, можна приєднувати бакті. Можна поєднувати, це добре, це краще. Як би воно не основне. У нас основне бакті, і в рамках цього, я так розумію, вибачте, може це не зовсім, ну якось тоді ці протиріччя цієї фрази і цієї, вони хочуть слабі, що все-таки два принципи. Це знання і неприв'язаність. Тоді ми будемо неприв'язані, тоді у нас відречення буде. Оця вайрагія, істина вайрагія. Тоді ж істина вайрагія, не натужна якась. Хоча, мабуть, ті, хто брак мопуток через знання проходить, вони ж і теж вайрагія. Якщо вони не віддані Господу, то, вдається, в бакті, там, 11.2.32, що це несправжнє. Несправжнє. Вони не затримуються на духовному рівні. Вони падають. Тобто це, от є юг та вайрагія, от як би ця справжнє, і така якась натужна вайрагія. Так, так, стиснувши зуби, так. Так, стиснувши, так. От мені дуже сподобалася та фраза, що ви сказали, що я терпіння без стискання зубів. Мені це дуже теж сподобалася та фраза, що це треба розуміти, що таке терпіння без стискання зубів. Харі Крішна, вибачте. Ну, так. Дякую, дякую, дякую. Добре, чи є ще доді доповнення? Практика свідомості Крішні. Видене служіння Крішні дають можливість швидко О, це є 1-2-7-4. Ні, ні. А, ну, бачите, в українському там скопіювали просто. Ну, да, тут просто скопіювали 1-2-7. Так, поки що поведоби за українську версію нам так. Ну, зараз ми якраз працюємо на третій пісні нового перекладу, але коли вона з'явиться, якщо використуватися, я не знаю, а акцент ліська. Ну, добре, можемо я третійську прочитати. Engagement to Krishna consciousness and application of devotional service unto Krishna make it possible to advance in knowledge and detachment as well as in self-realization. Тобто, залучення до свідомості Крішни та застосування практики віддавого служіння, яка спрямована на Крішну, робить можливею просування, отримання, ні, розвиток знання та зречіності. Так само, як і сама у свідомості. Ну, бачите? Так, все ж таки, тут ну так, поступово в послівному перекладі Шелепропада каже, а нічого не розуміє. Ні, тут просто як можливість навіть кажеться, що це можливість просуватися в знаннях і А де ж це слово поступово в нас було? Що таке? Тільки в російському перекладі воно make it possible to advance in knowledge робить можлив, а ось так. Very soon Very soon in very soon Very soon в послівному, да. Very soon А що ж там? Отчутко постепенно. Ага, в послівному очень быстро варисун постепенно. А тут постепенно. В английському, да, не совсем удачный перевод постепенно. В английському Шелепропада там же пишет make it possible advancement in knowledge, то есть делает возможным отойти незнання і відрішенність. Постепенно так і перейти. Ну, так или інакше. Берем за основу действовать сознание Кришны, заниматься преданным служением Кришне, тогда плоды мы не привязываемся к плодам, конечно, к знанию отрішенности, но они, несомненно, приходят. Это не спорный факт. Спасибо. Еще раз всем еще раз дякую. Уважаемого гарного дня. Довольствие Кришны. Ари Кришны. И очень скоро мы встретимся снова. Мы почитаем наступный текст. Мабуть, тоже будет с 32-го. Ари Кришны. Дякую. Панчика Вадим 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 Вадим